Митахондриальная теория старения. В 2010 году мы узнали гораздо больше о старении и питании. Награжденный высшей наградой за научные достижения в этой стране, один из величайших биохимиков всех времен написал, что старение – это болезнь. Продолжительность жизни человека просто отражает уровень повреждений свободными радикалами, которые накапливаются в клетках. Когда повреждений накапливается достаточно, клетки больше не могут нормально выживать. И они просто сдаются. Митахондриальная теория старения, впервые предложенная в 1972 году, предполагает, что свободные радикалы повреждают источник энергии наших клеток, известный как митохондрии, что со временем приводит к потере клеточной активности и функции. Это немного похоже на то, как если бы мы снова и снова заряжали аккумулятор iPod. С каждым разом мощности становится все меньше и меньше. Митахондрии, подобные миниатюрным доменным печам внутри наших клеток, где пища, которую мы едим, превращается в полезную энергию. В моем DVD «Остановить рак до того, как он начнется» я подробно рассказываю о квантовой биологии окислительного фосфолиэферирования. Но, упрощая, это происходит в этих фейерверках внутри митохондрий, где кислород, которым мы дышим, может захватить съеденный нами электрон, который был накачан энергией растениями, благодаря фотосинтезу, и преобразовывать эту молекулу кислорода в то, что называется супероксидом, который могут повредить наш тонкий клеточный механизм. Окислить наш клеточный механизм. По сути, мы ржавеем. Вот что такое ржавчина, да? Окисление металла. А с научной точки зрения, старение считается медленным окислением нашего тела. Как те коричневые пигментные пятна на тыльной стороне рук? Это просто окисленный жир под кожей. Оксидантный стресс. Вот почему у нас появляются морщины. И почему мы теряем часть нашей памяти. И почему наши системы органов разрушаются, когда мы становимся старше. Как замедлить окисление? При употреблении продуктов, содержащих антиоксиданты. Если вы хотите узнать, много ли в еде антиоксидантов, вы разрезаете ее и выставляете на воздух. Поместите его в кислород и посмотрите, что произойдет. Окисляется ли? Он становится коричневым? Подумайте о двух наших самых популярных фруктах. Яблоки и бананы сразу становятся коричневыми. В них не так много антиоксидантов. Как сделать так, чтобы фруктовый салат не потемнел? Добавьте лимонный сок, в котором есть витамин С. Антиоксидант, который может предотвратить окисление вашей пищи и может сделать то же самое внутри нашего тела. Но вот в чем загвоздка. Многие антиоксиданты не могут проникать через митохондриальную мембрану в митохондрии. Таким образом, они могут защитить остальную часть клетки, защитить нашу ДНК, но они не могут проникать внутрь электростанций наших клеток. Поэтому могут быть беспомощны в замедлении процесса старения. Вот почему в нашем организме есть фермент под названием супероксидисмутаза. Это детоксифицирующий фермент в наших митохондриях, который нейтрализует супероксид и превращает его обратно в кислород. Из-за его роли в обезвреживании бомб, он считается геном-супрессором опухоли, предотвращающим рак. Он считается нейропротекторным в нашем мозгу, предотвращая деменцию. Фактически, причина, по которой женщины живут дольше мужчин, может заключаться в том, что у них более высокая ферментативная активность этой супероксидисмутазы. Эта митохондриальная теория старения получила такое всеобщее признание в научном сообществе, что в прошлом году была даже опубликована статья, в которой ставился вопрос о том, есть ли вообще что-то еще в старении. Итак, итог. Как повысить активность фермента, обладающего антивозрастным, антираковым и антиальцгеймеровским действием? Хм, стать женщиной. Или стать вегетарианцем. В прошлом году исследователи сравнили активность этого фермента у всеядных и вегетарианцев. Это активность фермента супероксидисмутазы, если вам больше 85 лет. Если вы моложе, фермент может работать немного лучше, но если человек питается вегетарианской пищей, он работает намного лучше. Вегетарианское питание повышает активность этого омолаживающего фермента на 300%. Трехкратное увеличение экспрессии гена супероксидисмутазы в группе вегетарианцев по сравнению с контрольной группой всеядных. Мы понятия не имели. Неудивительно, что вегетарианцы живут дольше. Неудивительно, что у них меньше раковых и сердечно-сосудистых заболеваний. Просто мы никогда раньше не проверяли их на этот фермент. Более высокая экспрессия фермента на генетическом уровне. Таким образом, можно ожидать лучшей защиты от супероксидных радикалов в результате вегетарианской диеты. Так что, возможно, именно поэтому у них более низкий уровень заболеваемости раком и хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями по сравнению со всеядными. Да, мы едим больше фитонутриентов, но более высокая защита от хронических заболеваний у вегетарианцев также может быть объяснена так называемыми эпигенетическими изменениями. Вы думаете, что просто родились генами и остались с ними? Нет. Теперь мы знаем, что то, что мы едим, может включать и выключать экспрессию генов. И в этом случае вегетарианское питание, по-видимому, значительно повышает активность одного из самых важных ферментов в организме. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...